Следуя космос мы исследуем самих себя. Как прекрасна наша окруженная облаками планета, как прекрасна и как мала. Вид из космоса впервые позволил нам увидеть границы для растущего человечества и для всего расширяющихся знаний. Такой вид на Землю является напоминанием о необходимости сохранения земных ресурсов. Земли, еды, фибр и лесов, рек, озер, морей, океанов, минералов, нашего невосполнимого богатства. Мы наконец-то осознали, насколько будущее человечества зависит от сохранения этого наследия. Нам нужны новые способы слежения за уровнем ресурсов и новые пути их исследования. Снимки с орбиты дают нам нужную информацию. Программы Gemini и Apollon обеспечили нас первыми полезными для исследования Земли фотографиями. Эти опыты привели к созданию искусственных беспилотных спутников Земли для наблюдения с космоса. Это западный полигон Калифорнии 23 июля 1972 года. Наверное, это самый важный прибор в истории космических исследований. Спутник исследования ресурсов Земли. Лансапт. Лансапт — первый экспериментальный образец, летающий вокруг Земли от полюса к полюсу. Его целью является, посылать на Землю снимки нужных нам областей Земли. Эти снимки делаются с помощью приборов из космоса. Вид с такой высоты выявляет распространение в лесах и полях болезней и наплыва насекомых. Геологи получают подсказки о том, где искать нефть и металлы. Такие фотографии могут дать нам новое знание о жизни в морских глубинах. Это идеальный способ слежения за изменениями, за наступлением на сушу океанов, расширение пустынь, распространение вулканической лавы, продвижение ледников, динамикой исследования Земли, ростом или забвением городов. С помощью космоса мы сможем вносить необходимые изменения в постоянно меняющейся карту Земли. Нет предела той помощи, которую мы получаем со спутников. Первопроходцами в интерпретации полученных из космоса снимков стали ученые университета Беркли в Калифорнии. Одним из таких ученых является профессор Роберт Коул. На протяжении последних 50 лет люди получали данные о различных земных ископаемых, такие как древесина, еда, земля, воды, минералы, зерновое урожай при помощи черно-белых фотографий, сделанных с высоты 3-4 мили на поверхность Земли. На одной из таких фотографий вы видите водохранилище Сан-Пабло, которое находится недалеко от нашего университета. Легко можно заметить разный уровень загрязнения воды в этих двух отсеках, отличить пастбище от лесов, кустарников, а также хвоин и деревья от листовых. Последние годы НАСА предоставляет нам снимки, сделанные на высоте в 14 миль над поверхностью Земли. На этих фотографиях меньшего масштаба видно все то же самое, что и на предыдущих, но теперь мы наблюдаем за большей частью территории благодаря более высокому полету спутников. Сейчас НАСА сделан огромный прыжок с 14 миль в космос. Лансат является орбитальной пассерваторией Земли на высоте 500 миль. На нем установлены два независимых сенсора изображения. Один из них — система автоаппаратов три в одном, каждый из которых настроен на определенную длину световой волны и электромагнитного спектра. Три камеры одновременно фотографируют одну и ту же территорию размером сотню квадратных миль. Во время движения спутника изображения накладываются друг на друга. Второй сенсор, чувствительный к четырем длинам световой волны, сканирует пространство полосами. Его оптическая система сканирует то же самое пространство полосами шириной 100 миль. Если спутник пролетает над земной станцией, он автоматически передает все полученные изображения. Если нет, записываются снимки память для следующего сеанса связи. Круговая орбита между полюсами Земли занимает 103 минуты. Благодаря вращению Земли каждый новый этап происходит над пространством полторы тысячи миль западнее предыдущего. За день спутник три раза пролетает над Америкой, делая 14 светков над Землей. С каждым днем происходит орбита, накладывается на предыдущие. Таким образом, каждая точка Земли находится под наблюдением в одно и то же время каждый день. И за 18 дней фотографируются все зоны планеты, кроме небольших участков около полюсов. За полетом спутника днем и ночью наблюдает в командном центре Годдарда, Гринбилге, штат Мэриленд. Здесь отслеживает все его процессы и управляет его деятельностью. Каждый раз к партическому горизонту, подходя спутник, посылает собранные данные на ближайшие из трех расположенных здесь станций, которые записывает. Все записи, сделанные на Аляске и Калифорнии, перенаправляют в центр Годдарда для изучения. В начале изучения на каждом снимке предоставляется время его снимка и место, на котором он изображен. Затем в снимке преобразуется в негатив, который отправляется в лаборатории для распечатки. Снимки, сделанные в световом спектре, распечатываются в черно-белом варианте. Их можно распечатать и в свете, если расшифровать контраст. Кроме того, все данные записываются на пленку, подходящую для расшифровки компьютерами. Из центра Годдард снимки направляются более чем 300 исследователям, 100 из которых работают в пяти разных странах. Эти исследователи используют снимки Лан Саттон на решение проблем естественных общественных науках. Вся территория, показанная на вот этом крупном штабе снимке, помещается вот в этот маленький участок снимка со спутника. Снимок, сделанный из нашего центра, показывает, что такое на вид. Маленькое расстояние на самом деле огромное. Эта фотография показывает нам сегодняшние границы воды с прошлого наводнения. Наблюдая за этой территорией каждые 18 сутки, с помощью спутников Лан Саттон мы сможем следить за отступлением воды. Таким образом, мы можем узнать, через какое время после наводнения погибнут фруктовые деревья и другой урожай, что является важным для предсказания последствий будущих наводнений. Посмотрев на эту фотографию с акрамента долины Сан-Хоакина, мы видим разные виды урожая. Один из них — виноградники, растущие на песчаном грунте, сахарное свекло, аспаракос, растущий на трофеном или глистом. Грунте, а вот третий вид урожая, в нашем случае — рис, растет глиняным. Грунте, который выглядит темнее, чем остальные. Снимки Лан Сата, где на маленьком напряжении изображены огромной территории, поставило новой задачей для технологии расшифровки. Цветной проектор стал неизаменим для многих исследователей, в их числе старший геолог НАСА доктор Николас Шорт. Цветной проектор использует цветовые изфильтры для улучшения интересующей нас области изображения. Примерно вот изображение с инфракрасного спектра на спутнике Лан Сат зоны залива Моторей в Калифорнии. Если мы проведем этот спутник через зеленый спектр, светло-серые тона, означающие растительность, примерно, в Калифорнийской долине, станут более насыщеннее зеленого цвета. Путем комбидирования разных эффектов, использования разных спектров, мы можем создать изображение, наибольшее, подходящее для наших нужд. Исследователи используют свои умения и ассоциации различных цветов с наземными объектами для получения необходимой информации. Снимки можно также анализировать путем изолирования необходимых элементов. Это называется составление тематических карт. К примеру, с этого снимка Лан Сата взяли водную территорию и распечатывали ее отдельно, а также зоны льда и снега. Центр геологических исследований США превратила составление тематических карт в искусство. С помощью компьютера и специального оборудования производится информация, позволяющая аспиратору написать точные структуры и инструкции для печатной лаборатории. Следуя таким инструкциям, один снимок может быть разделен для показа более чем 20 различных видов информации воды, льда, снега, лесов, полей, урожаев, глаз земли, работы человека и так далее. Мы в Лорами, штат Вайоминг. У исследователей университета Вайоминга специальное задание – исследование своего штата и его природных ресурсов. Проект Вайоминг включает в себя разные науки – ботанику, геологию, зоологию, изучение растительности и физику. Мы надеемся, что Вайоминг может обеспечивать электричеством большую часть страны. И, конечно, без загрязнения окружающей среды. Надеемся, что с помощью спутника Лансат, говорит профессор Роберт Юстон, глава геологии университета Вайоминга, исследовать природные ресурсы штата. Мы считаем, что путем комбинации различных данных, полученных от спутника Лансат, проекта Ю-2 и снимков с более низких слоев атмосферы, мы получим новые программы для изучения ископаемых. День пролета над поверхностью у спутника Лансата проводит проверку земель. В то время, как в этой территории пролетает спутник Лансат на высоте 500 миль, прибор NASA C-130 становится произвести съемки этой зоны с высоты 20 000 футов. В самолете больше сенсоров, чем в спутнике, а значит, изображения будут более детальными. Но снимок будет охватывать лишь малую часть, а самолет не будет постоянно летать, постоянно проверять эти земли. Спутник и самолет дополняют друг друга. Ветер восточный. 40 миль. Восточный 40 миль. Принято. Влажность 40%. Хорошо. Теперь это уже 68 градусов. Присутствует солнечная радиация. Для ученых, изучающих работу спутника, жизненно необходим мультиподход. Изучение информации самого спутника, земли и самолетов. Рон, давай посмотрим, сможем ли мы найти те дефекты, полученные из самолетов на снимках со спутника. Хорошо, Боб, на снимке самолета мы увидели около 3 миль с изъянами. Если посмотрим на данные со спутника, мы можем увеличить эту территорию до 60 миль. Что восхитительно, снимки со спутника мы видим огромную структуру в пролетающих горах. Мы не знали о существовании до получения фотографий Слан-Сата. Может расширить бассейн, тогда можно было бы использовать его для добычи нефти? Ну, возможно, да. Значит, следующая цель – лично все проверить. Изрезанный ландшафт Вайоминга начал раскрывать секреты своих природных залежей. Но спутник помогает нам лучше познать не только природу, но и людей. В университете Дартмунда, Германия, профессора Роберт Симпсон, Дэвид Лундрен проверят данные НЛСАТО для планирования развития региона. Здесь, в Дартмунде, мы переживаем о все возрастающей социально-экономической проблеме, урбанизации и, напротив, состяжающим сокровищем, доступной землей. Главный объект нашего исследования – та территория восточного побережья от Бостона до Вашингтона, который мы называем мегаполисом. В частности, Новая Англия. Все быстрее расширяющийся мегаполис требует более быстрых мер действия, чем отдельные города. Это фотография со спутника побережья Новой Англии, Атлантического океана, Лонг-Айленд, мыс Кейп, Код и Бостон. Увеличив эту область, которая является территорией штата Рот, Айленд, мы сможем сделать более подробную карту этого региона. Вот рядом с шоссе 44 развивается новый коммерческий регион. Нам нужно отнести его в индустриальную категорию. Именно так. На снимке с Лонсатом мы сможем различить 8 отдельных видов деятельности в регионах, показанных разными цветами. Красный означает комбинацию торговли и производства, оранжевые – жилые дома для больших семей и желтое одиночное жилье. Зеленые – это леса, голубые – водные области, черные – транспортные системы, коричневые – область сельского хозяйства. Свободное пространство на карте обозначено облаками. Следующим шагом будет ввод данных к карте компьютер. Один торговый, одиночное жилье, комбинированные зоны и два облака. Благодаря почти немедленному ответу системы Дартмута, наша база теперь может быть не только средством отображения, но и важнейшим средством для изучения. Теперь мы точно знаем, что спутник Лансат играет огромную роль в исследованиях по планированию региона. Да, это дало нам новые возможности. Мы отслеживаем изменения, рост различных областей жизнедеятельности, и мы можем сказать, принесет ли такой рост результаты положительных или отрицательные. Со спутника постоянно получают такое количество снимков, что для изучения всех нужна помощь всех доступных технологий. для того, чтобы изучить это, мы должны нужны все помощи от технологий, которые мы можем получить. В лаборатории по дистанционному изучению университета Purdue для ее анализа в СНЮках начали использовать компьютерные технологии. Профессор Дэвид Лендер и его сотрудник вводят компьютер пленку с изображением для ее обработки. Для того, чтобы предоставить компьютер нужные ему для изображения данные, исследователи должны знать, что изображение на снимках. Они получают так называемые наземные данные путем личной проверки. Этому заданию помогают спектральные снимки. Исследователи ввели компьютер программу распознания. Примерно различные оттенки серого представляют собой кукурузу, соевой культуры, воду и т.д. Теперь при поступлении новой снимки компьютер может сам распознать, что где находится, и распечатать данные в необходимом виде. В частности, корпорация спутников Земли доктор Роберт Уэллш сотрудниками использует самолеты, летающие на низких высотах для увеличения скорости получения наземных данных. Это естественное, где след сельского хозяйственного исследования проверка расположения полей, полученных со спутников. Если завтра будет летняя погода, мы получим данные. Вообще-то, мы хотели получить, и пока урожай еще не вырос сильно. Потом мы выясним, соответствуют ли виды урожая тем, что изображены из снимков. Передадим информацию вам. Поле за полем. Пилот и наблюдатели следуют каждый вид растений, проводя по несколько часов работе, на выполнение, которые потребовались бы ходьбы пешком или езды на машине. Конечно, мы возьмем у вас координаты границ полей, чтобы ваш компьютер мог просто сразу же ввести полученные данные о типе урожая. Мне кажется, координаты точны. Однако на Земле существуют места, недоступные для наземных проверок, значит, удаленные наблюдения для Кейзон очень важны. Одним из этих людей, занимающих очень важную роль, является Джордж Грид, директор филиала Геологического института на Аляске. Я изучал последние снимки Аляски со спутника. Наш штат идеально подходит для удаленного наблюдения. Возможности транспорта здесь ограничены, местности пересечения, высокие горы, огромные снежные поля. Как видно на этой тектонической карте, геология Аляски очень сложна, но мы надеемся, что с помощью спутника мы сможем лучше ее исследовать, найти залежи полезных ископаемых. Такие изучения Аляски начались со снимка погодного спутника Нимбус, сделанного в 1970 году, на котором, на удивление, не было ни одного облака. Изучив это фото, геолог Эрнст Латтером заметил линии, которые, по-видимому, означали до тех пор не обнаруженные разломы. Теперь мы используем снимки Слонсета для обнаружения зависимости между этими разломами и залежами минералов на Аляске. Если сравнить два этих явления, можно заметить прямую зависимость в Аляске. Примерно на пересечении этих двух линий совсем недавно нашли большие залежи меди. Теперь посмотрите на снимки со спутника. Действительно, вдоль этого хребта существует разлом. На Аляске снимки Слонсета используются также для составления дополнения карт пермафроста, территории вечного снега и льда в различной форме, покрывающей более 85% штата, которые создаются и являются труднодоступными для человека. Кроме того, изображение со спутника исследуется для освежения за геологическими явлениями, такими как извержение вулканов, землетрясениями, наводнениями, продвижением ледников и других потенциально опасных для человека событий. Но снимки Слонсета используют для решения проблемы экологии и не только в северных областях. Биологам давно известно, что болотные зоны являются одним из главных успехов экологии, ведь именно там происходит огромное количество процессов производства еды. Работы профессора Ричарда Андерсона из Американского университета могут стать очень полезным дополнением в деле сохранения природных богатств. Прибрежных районах земли, лежащие ниже отметка уровня полной воды, законно принадлежат людям, однако за трудноспособные зоны ведутся сотяжные бои в судах. На этом древесном острове четко видна верхняя граница заболочных земель, как и вот в этом районе. Но я думаю, нам удастся определить границу области полной воды в болотах, понять, что законно принадлежит государству, что он находится в частной собственности, что приведет к снижению количества обращений в суд по поводу рубежей собственности. Дополнение к удаленным исследователям из космоса. У спутника Landsat есть и другие функции. Он собирает, отсылая данные сенсоров на Землю, например, данные от течения рек, возможности дождя в Новой Англии, регионе давно известным огромное количество наводнений. В марте 1936 года произошло наводнение, унесшее 36 жизней. Солл Купер управляет центром по контролю за наводнениями в Новой Англии армейского корпуса инженеров. Самым разрушительным для этого региона стал ураган Даяна в августе 1955 года. Было 90 погибших, ущерб составил полмиллиона долларов. Для предотвращения таких последствий армейский инженерный корпус построил 35 центров по контролю за наводнениями по всему побережью от Коннектико до Мбейна. Множество убежищ и барьеров для ураганов. Для увеличения эффективности принятых мер мы создали автоматическую систему сбора данных с радиосвязью. Эта система обрабатывает огромное количество гидрологических данных. Уровень воды в реках, повышение проливов, дождей и тому подобное передает их в региональный центр Волтеми, штат Массачусетс. Сейчас они пытаются улучшить систему с помощью данных с В 25 центрах сенсора получают гидрологические данные о количестве воды, где реки загрязнены. Каждые три минуты датчики передают полученную информацию в космос. Если спутник находится неподалеку, он непеременно передает полученные данные обратно Землю, после чего информация идет дальше в Волтеми, где компьютер обрабатывает ее для получения полезных сведений для планирования эвакуации в случае чрезвычайной ситуации. Конечно же, во время следующего наводнения все наши усилия окупятся с лихвой. В этой комнате мы собираемся для того, чтобы сгородинировать свои действия на случай наводнения. Благодаря сбору данных, полученным снимкам, Лансад открыл нам дверь к новому пониманию мира, в котором мы живем. И эта дверь открыта для всех. В самом центре континента в городе Су-Фолс в Северной Дакоте находится центральная база данных геологических исследований США, которая получает, каталогизирует и сохраняет ежедневный поток снимков высокого разрешения со спутника. В это же время со всех концов мира сюда поступают заказы на определенные снимки. Компьютер ищет запрошенные данные. Если вы хотели бы купить снимок района, в котором вы живете, компьютер произойдет поезд, сообщит, что имеется в наличии, обработает ваш заказ и выдаст инструкции для лаборатории. Ежедневно огромный поток снимков расходится по университетам, исследовательским агентствам, отдельным людям по всему земному шару давая нам более полный вид на мир, чем у нас когда-либо был. Благодаря Лансату человечество начало первую проверку земных ресурсов, запустило важнейшие приборы для сбора информации, нужные для сохранения этого богатства на будущее. Спутник Лансат – новая глава завоевания в космосе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok